Дальше начинается непосредственно Само крещение Оно начинается с освящения воды Потому что очевидно, что Крестим мы не в простой воде А именно в освященной воде И вот дабы эту воду освятить Вспоминая Крещение Господа Иисуса Христа В Иордании Вспоминая многие другие, так сказать События библейской истории Которые связаны с водой Которые связаны вообще Непосредственно с сотворением мира Священник освящает воду Священник освящает воду Перед таинством крещения И эти молитвы Очень похожи на те молитвы Которые священник читает 18 и 19 января Во время великого освящения воды На праздник крещения Господня Вот приблизительно те же самые молитвы Читаются в крещении И далее священник освящает воду И освящает елей Освящает святой елей Елей это оливковое масло Растительное масло И вот непосредственно перед крещением Священник помазует Человеком Вот этим освященным елеем И вот это помазание Освященным елеем Это очень тоже многообразный Такой символ Потому что в древности елей Использовался гораздо Разнообразнее Нежели сейчас Потому что сейчас мы только в пищу Используем оливковое масло А вот в древности елей Использовался и в качестве Вещества, которым заправляют Светильники То есть для света И в качестве лекарства Потому что на основе елея Делались очень многие лекарственные мази И во многих других качествах И вот я немножечко вам об этом хотел бы сказать Ну, во-первых, все-таки Когда речь идет о помазании священным елеем Мы должны вспомнить евангельскую притчу О том, что Христос уподобляет себя масляне Масляне, к которой прививается Веточка от дикорастущей маслины Ну, что такое прививка садовая Я думаю, многие знают То есть когда мы делаем надрез на одном дереве И к этому надрезу плотно-плотно Привязываем веточку Значит, от другого дерева И соки, которые в этом дереве были Поступают вот в эту веточку И ее оживотворяют И эта веточка получает какие-то новые качества Сохраняя и какие-то хорошие свои свойства И плоды хорошие там И, так сказать, и количество этих плодов бывает большим Вот что такое садово-масляное И вот как раз в этом контексте Мы должны понимать елеем помазания Во время крещения То есть человек, как бы веточка от другого дерева Прививается ко Христу И вот теперь те божественные токи Те божественные соки, которые были в Боге Они поступают через таинство Церкви Через благодать Божию в этого человека И его оживотворяют Это первое Второе значение Второй символ елея Это, как я вам сказал уже, свет Потому что елеем заправлялись светильники Раньше не было электричества И поэтому в основном освещали свечами Или светильниками И вот у нас в Церкви Сейчас до сих пор есть такая традиция Освещать иконы свечками и лампадами Вот как раз в лампады заправлялся елей И вот таким образом Духовно человек просвещается Светом Христовым Через помазанные елей Дальше Ну то, что касается лекарства Тут притча о милосердном самаренине Вспоминается евангельская притча Где вот как раз этот самаренин Помог несчастному Впадшему, так сказать, в руки разбойнику Человеку Помазав его раны вином и елеем То есть это некое врачевство Которое на наши больные души Изливает сам Христос Дальше Косметика Косметика Потому что в древности Многие косметические средства Были на основе елея И волосы умощивали елеем И лицо умощивали елеем Чтобы это лицо, так сказать, не было Подвержено всяким атмосферным влиянием И само слово косметика Это от греческого слова космос Красота И вот как раз эту духовную красоту Человек тоже в крещении получает Вспоминается еще один Может быть такой не совсем библейский символ А символ из истории А именно из истории олимпийских игр В древности, когда борцы на олимпийских играх Друг с другом боролись Они тоже перед выходом на арену Умащивали свое тело елеем Для того, чтобы не мог соперник схватить легко Чтобы из любых захватов Можно было выскользнуть И вот таким образом священник помазывает На укрещаемого человека елеем Чтобы и он впоследствии выскальзывал Из тех захватов Которые, опять же, враг Сатана Будет его, так сказать Пытаться победить Ну вот видите, какой многообразный символ И вот елеем освященным Священник мажет чело человека То есть просвещает его мысли Мажет его между дарами То есть между грудь его Мажет уши Слышание веры Да, чтобы этот человек слышал то, что полезно для веры И не слышал то, что для него не полезно Мажет руки человека Чтобы человек делал то, что угодно Богу И мажет ноги человеку Чтобы человек ходил по заповедям Божьим Вот именно с такой же молитвой И вот человек, умощенный елеем, как раз непосредственно уже готов к крещению И совершается крещение То есть погружение Троекратное погружение В крещальную воду человека С молитвой Крещается раб Божий Во имя Отца Аминь И Сына Аминь И Святаго Дух Аминь И вот погружение в крещальную воду Это тоже образ, который нужно пояснить Во-первых, зачем погружать? Ведь можно окропить, можно полить сверху на младенца Многие родители вообще воспринимают это за страхом Ведь ребенок может утонуть Но на самом деле, конечно, никто утонуть в крещальной воде не может И по причинам духовным, и по причинам обычным Потому что это просто невозможно Потому что священие, как правило, довольно плотно закрывает и нос, и рот младенцу Но дело-то все в том, что православная церковь сохранила древнее апостольское понимание крещения Многие христианские церкви это понимание утратили И поэтому для них крещение – это только омовение первородного греха И согласитесь, для того, чтобы что-то омыть, например, какую-то телесную грязь Человеку не обязательно погружаться с головой в воду Достаточно полить на себя воду Но, в конце концов, под душ встать, помыться И отнюдь не обязательно погружаться Так вот, крещение в православии воспринимается не только как омовение первородного греха А как погружение в смерть Христова Как погружение в смерть и воскресение вместе со Христом И вот как раз погружение в воду символизирует смерть Потому что, ну, даже не символизирует, а можно сказать, что погружение в воду и является смертью Потому что человек в воде может утонуть И вот это восстание из воды – это как некое новое рождение Как воскресение со Христом Мы в крещении со Христом умираем и со Христом воскресаем И недаром, недаром, самый главный праздник христианской церкви – это именно воскресение Христово И недаром в древности как раз таинство крещения совершалось в этот праздник В день воскресения Христа И люди ежегодно, приходя в храм, люди ежегодно, так сказать, празднуя светлое воскресение Христово Они празднуют не только воскресение Христа, но и свое со воскресением с Ним Дальше, сразу после погружения в крещальную воду На человека-священника одевает нательный крест И надевается крещальная рубашка – светлая белая рубаха И вот, как я вам уже сказал, крест является знаком как раз крещения Знаком принадлежности человека к христианской вере И вот мне хотелось бы несколько слов сказать о нательном крестике Которую очень многие люди носят сейчас Но, мне кажется, еще более крещенных людей не носят То есть, как бы считают это необязательным Думают, что это формальность И можно в какой-то степени с ними согласиться То есть, да, это формальность Когда человек формально это делает Но и то, что человек сейчас в наше время Когда никого за это не ругают Никого за это и не исключают С партией и с работой не увольняют То, что в наше время сейчас человек носит крест Это еще мало о чем говорит Это еще не говорит о том, что он по-настоящему верующий Но отсутствие креста То, что в наше время не носит крест человек Это все-таки о чем-то говорит Это говорит о том, что человек ради веры в Господа Иисуса Христа Который на Голгофу нес тяжелый крест А на нем был потом распят Не может ради этой веры даже вот несколько граммов на себя надеть и носить Потому что, видите ли, ему это мешает Это ему трет Это он стесняется Это ему мешает спать или душить его Вот как раз отсутствие креста Говорит очень о многом И непонятно вообще для священника Зачем надевать крест на младенца С которого потом все равно родители этот крест снимут И в буквальном, и в переносном смысле И вот надо воспринимать именно так нательный крест Как печать своего крещения Как то, что является символом нашей принадлежности к Господу И, конечно, если это происходит случайно от независимых причин Или порвался крест, веревочка, на которой крест висел Или мы случайно как-то где-то потеряли его То это одно Но если человек добровольно себя крест снимает По каким-то странным причинам То не может ли это являться добровольным отречением от христианства Об этом надо задуматься И вот раньше у нас было так, что крест нательно носил человек В течение всей своей жизни Когда в младенчестве на него священник крест одевал Он его всю жизнь носил И даже когда человек умирал В кресте его так и клали Сопровождая в последний путь Ну а сейчас что бывает На ребенка крест одели Потом ребеночка после крещения домой принесли И родители первым делом для чего-то этот крест с ребенка снимают Кладут его в шкафчик И дальше проходит вся земная жизнь человека 70, 80, 90 лет И вот человек умирает И не секрет, что сейчас все родственники Когда прощаются с усопшим своим человеком родным Они говорят Как же нам все сделать по-христиански И вот в этот христианский ритуал Как раз входит вот это торжественное надевание креста на покойника И вот условно скажем Из этого же шкафчика крестик достается И на умершего одевается Кому эта формальность нужна Кого мы посредством вот этих ритуалов хотим обмануть Священников это ни к чему Бога это тем более бессмысленно Когда человек в течение своей жизни Креста нательного не носил Никакого смысла не имеет одевать его после смерти Ну это я сказал просто о том Чтобы мы более серьезно относились Все-таки даже и к внешним проявлениям своей веры Хотя еще раз оговорюсь Они не являются в христианстве главным После того, как священник Одевает нательный крест Младенчик мажется святым миром И вот это миропомазание Это тоже некая печать Духа Святого Мира освящает патриарх в Москве И потом вот это освященное мир рассылается по епархиям А из епархий по приходам И вот это миропомазание Это как раз некая символическая замена Возложение рук предстоятелей церкви Потому что раньше в древности Именно через возложение апостольских рук На новокрещаемых людей Подавался дар Святого Духа Но теперь не все имеют возможность Встретиться с епископом Может тем более с патриархом для этого И поэтому уже довольно давно В нашей церковной истории Сложился такой обряд Таинства миропомазания То есть то мир А мир это тоже благовонное такое масло Благовонный елей Который определенным образом приготовляется Потом с определенными молитвами Освящается в Великий Четверг Перед праздником Пасхи И вот сложилось в нашей церкви православное Так что мы Вот это возложение апостольских рук Заменяем миропомазания И вот Мажутся те же самые Органы зрения Органы слуха Так сказать Уши между рами Ноги, руки Мажутся Святым Миром И потом хоть священник губочкой Это Святой Мир вытирает Но печать эта остается на человеке Уже на всю жизнь И ангелы эту печать видят И Бог эту печать тоже видит Но и демоны тоже эту печать видят И трепещут этой печатью Поэтому каждый из нас Из крещенных людей Вот этой печатью запечатлен Далее Ну и Самый конец Крещения Когда Человек подстригается Во имя Божие Это Такой крещальный подстриг Он тоже требует Объяснения Потому что Подстриг Это очень Опять же Древний символ Символ обетов В честь каких-то обетов Человек подстригался И вот Вы наверное знаете Что существует Обряд подстрижения В монашество То есть есть такие люди Монахи И вот Они в честь своих Монашеских обетов Подстригаются Причем Подстриг В момент Монашеских обетов И в крещении Совершается С одинаковой молитвой Подстригается Раб Божий Во имя Отца и Сына И Святаго Духа И вот Я вам уже сказал Что В момент крещения Мы приносим Крещальный обет Богу Который настолько Всеобъемлющий Что они Говорят о том Что мы по-христиански Веровать По-христиански Жить обязаны А вот Монашеские обеты Заключаются в том Что монах Обещает Богу Безбрачие То есть Обет безбрачие Дает Обет послушания И обет Нестяжательности Вот всего лишь Эти три Монашеских обета Отличают Монаха От обычного Крещенного человека И даже По своему названию Постриг Монашеский Называется Обрядом А крещение Называется Таинством То есть по самим Этим словам Можно понять Что более значимо Для церкви И вот Представьте себе Если монах Нарушает Свои монашеские Обеты Это вызывает Всеобщее порицание Потому что мы знаем Что монахом нельзя Жениться А он поженился Мы знаем Что монах должен Жить более-менее Скромно А он вдруг Ездит на иномарке Этот монах Это что же за монах Такой Да Мы знаем Что монах должен Быть в послушании У своих Духовных наставников А он вдруг взял И ушел Из монастыря И вот Все Даже малознающие Люди Говорят Вот Растрига Вот негодный Человек Нарушил Монашеский Обет А вот теперь Представьте себе Простого Крещеного Человека Который Также На прополу И нарушает Все свои Крещальные обеты По-христиански Не живет Никогда Бога не молится В церковь Не ходит И этот человек Уже не вызывает Всеобщего порицания Это уже Стало нормой У нас И как раз Исключением Являются Те люди Которые Хоть как-то Пытаются В своей жизни Монашеские Свои крещальные обеты Исполнить И вот это Конечно Большое противоречие Большая проблема В нашей церкви Что мы Крещенные люди Подстриженные Во имя Божие Как-то Пренебрегаем Теми крещальными Обетами Которые В момент Крещения Даем И конечно Надо бы Относиться К этому Гораздо Гораздо Серьезнее 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 Серьезнее